Привет, друзья! С вами канал ProJapan, я Илья Сплин, и сегодня у нас будет интересный ролик, один из немногих роликов на тему моей работы. Ровно год назад вышел ролик под названием ТОП-10 самых популярных мотоциклов к привозу из Японии в 2019 году. С тех пор прошел год, и нужно сделать, казалось бы, ролик про 2020 год, но так как случился кризис, сильно изменился курс рубля, поэтому этот ролик будет про те мотоциклы, которые были популярны к привозу из Японии с началом кризиса, то есть того момента, когда курс рубля сильно скакнул. Это было примерно со второй половины марта. Перед тем, как перейти к ролику, я напомню, что мы занимаемся привозом мотоциклов из Японии, поэтому если вы хотите обновить свой мотоцикл и привезти его из Японии, то обращайтесь к нам, мы делаем это хорошо. Итак, несмотря на то, что курс рубля стал, мягко говоря, хуже, чем он был до этого, все равно осталось достаточное количество мотоциклов, которые по-прежнему выгодно привозить из Японии, именно поэтому, в общем-то, мы их и привозим. То есть люди в любом случае смотрят на цены, сравнивают их с тем, что на автору, и дальше уже принимают решение, исходя из состояния того, что продается на местном рынке, заказывать из Японии или нет. И, на самом деле, этот топ по сравнению с прошлогодним довольно сильно изменился, потому что из этого скачка рубля стали более популярны те модели, которые раньше были менее популярны к привозу. И, наоборот, то, что было очень популярно, ушло из этого топа, мы стали привозить это в меньших количествах. Сразу скажу, что будет два ролика на эту тему. Первый это вот этот, а второй ролик это популярные модели, которые появились только недавно к привозу, но которые вот прямо сейчас находятся в тренде. То есть они не входят в топ, но, тем не менее, активно их начинают заказывать. И сразу отвечу на некоторые комментарии, потому что я помню, что к прошлому ролику такие были, типа вы все врете, вы там столько не возите и так далее, вы все это придумали. Сразу скажу, что любое может зайти в наш инстаграм или в группу вконтакте, там мы выкладываем все фотографии как с погрузки контейнера, так и с разгрузки контейнеров. Поэтому каждый перед тем, как хочет написать такой комментарий, пусть зайдет, посчитает мотоцикл и увидит, что, в общем-то, все совпадает. Итак, в общем, перейдем к нашему топу и перейдем к 10-му месту. Годом ранее на 10-м месте у нас была Honda CB400SF, но больше она в нашем топе не присутствует. А ее место заняла компания Harley-Davidson со своей моделью FLHTC, то есть электроград. Вообще почти все электрички, которые мы везли из Японии, они с моторами 1450, то есть это 88-й мотор, а эволюшенов среди того, что было везено за вот этот вот кризисный период, совсем немного. Годом раньше с электричками была ситуация ровно наоборот, то есть было много эволюшенов и достаточно немного 88-х моторов. Но вот с изменением курса рубля те, кто ищет живые электрички на 88-х, предпочитают их сейчас заказывать из Японии, потому что живая электричка выходит в меняемые деньги. Я думаю, про саму модель подробнее сильно рассказывать не стоит, потому что это большой мотоцикл от Harley-Davidson. Все его знают, но по сути, вот как все знают, Honda Goldwing, также, я думаю, ElectroGlide знает все или почти все. Если вам нужен трушный харлеевский Туринг, то вот это именно этот мотоцикл. Перейдем к девятому месту. В прошлом году здесь был VFR 800, но в этом году здесь Honda X4. Я связываю возросшую долю X4 с тем, что, во-первых, этот мотоцикл культовый и очень многие любят X4, но очень немного живых X4 осталось в России, поэтому те фанаты марки и те фанаты этой модели. Кто хочет заказать ее именно живую, ищут ее в Японии. Вообще, сам мотоцикл довольно интересный для тех, кто не знает. По сути, вот он вместе с VMAX, это такие две модели иконы, которые очень многие любят, у которых огромное количество поклонников. И это один из первых маслбайков, которые были произведены в Японии. В восьмом месте у нас Honda CB400 SS. В прошлом году здесь был скид 400, но из топа эта модель ушла. Почему SS? Вообще, спрос стабильно выше на VRX 400, но проблема в том, что живых VRX 400 в действительно адекватные деньги осталось довольно мало. То есть, спрос большой, ценник большой, поэтому в поиске их всегда много, а покупаем их не то чтобы очень много, просто потому что их не так много живых осталось. С SS-ками другая история. Если VRX у нас сделался в 90-х, то SS только начал выпускаться в начале 2000-х годов, поэтому их гораздо большее количество и найти живой SS гораздо проще. Ну и понятно, почему такие байки любят, особенно когда кризис. Обслуживание этого байка стоит очень недорого, он очень неубиваемый, он достаточен для того, чтобы на нем ездить по городу, на нем можно смело ездить за город. В общем, в топе классических мотоциклов я про эту модель рассказывал, ну и в целом люди по достоинству ценят ее достоинство. Перейдем к седьмому месту. На седьмом месте у нас Honda VFR 800. В прошлом году, кстати, это была Honda Shadow, но все изменилось. С VFR тоже очень интересная история. Если в прошлом году практически три четверти, если не четыре пятых VFR, которые мы привозили, были шестого поколения, то здесь большая часть у нас уже пятого поколения. Шестое поколение стало стоить дороже, и в России еще оставались, видимо, мотоциклы, которые можно было купить, и люди, видимо, предпочитали брать их на местном рынке, а вот пятого поколения на российском рынке живого практически не осталось. А так как это при любых раскладах действительно очень хороший спорт-турист, и альтернатив ему среди других японских мотоциклов лично я не вижу, то вот поэтому как раз спрос на него и вырос. Ну и плюс он стоит гораздо меньших денег, нежели шестое поколение. Ну и шестое поколение в любом случае не теряет свою актуальность, и несколько мотоциклов мы за это кризисное время все равно привезли. Перейдем к шестому месту. Оно, кстати, неизменное с прошлого года. Это BMW серии R1150. Я здесь говорю не только про какую-то конкретную 1150-ку, а конкретно про все 1150-е. В основном, на самом деле, это РТ-шки, Рокстеры. На Рокстеры прямо сейчас охота, но они уже очень редкие. И R1150 GS. Кстати, спрос на 1150 GS и Рокстеры примерно одинаковый. Про эту модель на этом канале было сказано очень много. То есть у нас есть отдельный ролик с надежностью этих моторов. Мотор неплохой, там есть пару нюансов, нужно изучить. Но в целом это мотоциклы, которые стоят очень адекватных денег. У них очень высокая надежность, за исключением пары моментов. которые нужно просто устранять и быть к этому готовым. А также за свои деньги вы получаете, как правило, мотоцикл, который очень хорошо оснащен. Это инжектор, АБС, подогрев руля, регулируемые ветревики и много что еще. Поэтому мотоциклы пользуются стабильным спросом. Что в обычное время, что и вот сейчас, когда рубль упал. Перейдем к пятому месту. На пятом месте у нас Yamaha Dragstar 400, который потерял несколько позиций. В прошлом году они были на втором. Здесь тоже все легко понять, почему так происходит. Драгстаров было завезено в Россию очень много. Да, очень много из этих драгстаров в России уже дышит на ладан. Состояние у них отвратительное. Но и с другой стороны, это 400-кубовый круизер. И много денег за них платить, ну, немного кто хочет. А подорожали они прилично. И вот именно поэтому спрос на эти мотоциклы несколько упал. Приводится их теперь меньше. Ну, а касательно самого мотоцикла, это самый популярный по-прежнему 400-кубовый недорогой японский круизер. Кардан, классная надежность, высокая ликвидность. Это все про 400-ый Dragstar. Поэтому в любом случае, как покупали, так покупать и будут. На четвертом месте у нас BMW серии R1100, которые потеряли одно место по сравнению с прошлым годом. В основном заказывали классическую версию R1100R и туринговую версию R1100RT. Остальных мы практически не привозили. Там может быть один-два мотоцикла среди РС и чего-то еще. Про R1100 справедливо практически все то же самое, что и про R1150. В целом поколение R1100 чуть более надежное, но чуть менее технологически продвинутое. Еще раз, а про это я не буду сейчас рассказывать, потому что у нас на канале есть видео, где есть все про надежность этих моторов. Ссылку на видео я оставлю в описании. На третьем месте у нас Honda Shadow 750. Причем там пополам примерно второго и третьего поколения. То есть второе и третье поколения, я напомню, отличаются в первую очередь тем, что на втором поколении в Японии была цепь. На третьем поколении пошел кардан. И с 2008 года у третьего поколения появился инжектор. Третье поколение выпускалось до упора, то есть до снятия с производства. Там еще была подмодель Phantom в черном цвете. Она тоже относится к третьему поколению. Shadow мотоцикл, на который есть стабильный спрос. Во-первых, они годятся для новичков, потому что они не очень мощные. При этом они супернадежные. Их надежность не зависит от поколения. Honda ничего не меняла в конструкции вот с конца 90-х годов, когда появилось второе поколение. То есть они внешне очень похожи, что второе, что третье. Да, какие-то штрихи изменялись. Поменялась цепь на кардан. Ну и в целом это практически все. Мод как был в 97-м году классным и надежным, так он классным и надежным и остался. Поэтому люди их и любят. Обзор на Honda Shadow 750 Phantom третьего поколения есть у нас на канале. Я тоже прикреплю ссылочку. Перейдем ко второму месту. Это Honda NC любого поколения. То есть это NC700 и NC750. Как S-ки, так и X-ы. Спрос на них стабилен. Однако по сравнению с прошлым годом стали брать больше S-ок. Потому что S-ки от X-ов отличаются только своей подвеской. При этом они всем остальным точно такие же, а стоят они дешевле, иногда существенно. Ну и стало меньше 750-х среди привозимых мотоциклов. Потому что дорестайлинговые 750-е от 700-х тоже отличаются не сильно, а стоят прилично дороже. Про NC-шки на этом канале тоже было сказано уже много. Вкратце повторюсь. Это мотоцикл, который, на мой взгляд, идеален для новичка. Хочешь механическую коробку, хочешь автоматическую коробку. Причем что та, что другая очень надежный. И сам мотоцикл очень надежный. У него микроскопический расход топлива в 3,5 литра на 100 километров в городе. В эту цифру даже поверить сложно. У него в баке очень удобный бардачок, которым вмещается полностью интеграл. У него огромное количество недорогих заводских опций. Туринговые ветровики, например. Кофры, подогревы, чего угодно, дуги. На этот мотоцикл есть все. Ну и в целом он годится как для езды по городу. На нем можно поехать в какое-то путешествие. В общем, эти мотоциклы пользуются стабильным и очень высоким спросом. Поэтому они у нас на второй строчке. Ну и перейдем к нашему лидеру. А наш лидер это BMW R1200. Здесь я тоже в одну кучу смел все R1200. Но в основном мы привозили модели GS гусей до 2010 года. И там были еще RT-шки. Причем RT-шки любых годов. Там было как до 2010-го, так, например, была RT-шка 2016-го. То есть они, в принципе, выгодно везутся довольно в различном диапазоне годов. Первое место здесь обусловлено легко. Основной спрос составляли гуси. Гуси это туристические мотоциклы. В России на туристических мотоциклах путешествуют. И там большие пробеги, они падают. Соответственно, мотоциклы довольно быстро приходят в негодность. Есть всегда необходимость в обновлении этих мотоциклов. А как раз 1200-е поколение это то поколение, которое очень любит покупать для путешествий. Поэтому если вы ищете до 2010-го года гуся, то с большой долей вероятности вы будете смотреть в том числе на Японию. Потому что там можно довольно легко найти вариант с малым пробегом, хорошими оценками, которые в России будет найти очень сложно. Вот, собственно, поэтому, несмотря на некоторое подражание, они по-прежнему остаются очень популярными. Вот и подошел к концу наш ТОП. На следующей неделе будет еще один ролик про новые модели, которые стали более популярны в этом году. Они еще не супер популярны, но популярность активно набирают. Про это тоже будет интересно послушать. Заодно я там расскажу про самые популярные модели от определенных марок. Например, про самые популярные к привозу Триумфы, Дукати и так далее. Думаю, вам будет интересно послушать. И на всякий случай, для тех, кто хочет написать комментарии, что как это вы поставили на первое место, например, R1200, нет, это не мы поставили, это статистика наших продаж. Мы больше всего продали за кризисное время BMW с моторами R1200, именно поэтому они стоят на первом месте. Точно так же, как и любой другой из тех мотоциклов, про которые я рассказал. В общем, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующий ролик. Если что-то хотите спросить, спрашивайте в комментариях. А с вами был я, Лиас Плин. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова